Кадырову что нужно? Ему нужно очередной раз показать, что он полностью контролирует ситуацию в республике. Он рисует те цифры, которые нужны Кремлю. И он это показал. Ну, самая главная новость, наверное, это выборы, которые проходят в России. И на данный момент уже подсчитано, там больше половины, по-моему, они сказали, голосов. Лидирует в этой гонке, по предварительным данным, лидирует Харитонов. На втором месте идет Слуцкий, и на третьем, говорят, Путин. Скорее всего, будет второй тур в России, второй тур выборов, в который выйдут Харитонов со Слуцким. И там они, скорее всего, поборются. Вот так могли бы выглядеть новости в России, если бы там реально были бы, проводили бы выборы. Может быть, что-то подобное, были бы какие-то шансы на второй тур. А так, сама процедура выбора в России, она такова, что там нечего комментировать. Когда люди начинают на серьезных щах об этом говорить, я, в принципе, понимаю, почему. Ну да, это инфоповод. Это то, что всех волнует, все это обсуждают. Понятно, что, наверное, обойти стороной эту тему нельзя. Но на полном серьезе говорить про какую-то там процедуру, что там может что-то, значит, у кого-то там какие-то проценты могут быть, кто сколько наберет. О чем там можно говорить? Какая социология там может вообще присутствовать, если понятно, что это просто переизбрание? Точнее, не переизбрание. Видите, слово сам подобрал неправильное. Избрание. Слово избрание вообще не подходит к российским реалиям сегодня. Это процедура переназначения Путина просто. Просто им самим, мне кажется, даже в какой-то степени нравится играть вот в эти механизмы демократии, там, как будто правового государства. Ведь нет никаких сомнений в том, что Путину, ну, для него, ему не угрожает ничем, если он, допустим, не будет соблюдать никаких вот этих вот условностей, а пойдет просто в наглую, например, скажет, никаких выборов в нашей стране не будет. Я теперь здесь царь, я буду, пока я не умру, а потом будет тот, кого я назначу. Что, кто-то в России взбунтуется, там, что-то произойдет, что ли? Да нет, конечно, это без проблем примут. Что, например, Путину мешает сказать, да, я отравил Навального, например. Да, мы пытались его, значит, убить. Да, я его сгною в тюрьме. Мне никакие приговоры, ничего сюда не нужно, он будет сидеть до тех пор, пока я захочу. Да, это я, там, убил его в тюрьме. Вот что произошло бы, если бы он так сказал, что в мире мир встал бы против Путина. Да, и так мир встал против Путина. Никакие новые санкции, там, никаких пакетов дополнительных, уже ничего не осталось, что можно было бы применить против него. Или что, мир открыто, там, ядерной войной пошел бы на Россию, не пошел бы. Все бы это проглотили бы. Такая же позиционная, там, война в Украине шла бы, помощь, там, Украине какую-то оказывали бы. То есть, ничем, по сути, Путину это не угрожает. Единственное объяснение тому, что он продолжает играть в эти процедуры правового государства, демократические институты, там, избираемость власти, судебные решения, что человек может сидеть только после судебного решения. То есть, соблюдение вот этих всех моментов объясняется только тем, что ему, в принципе, это нравится. То есть, игра вот в это, в правовое государство, это то, что нравится и ему, и его окружению. Поэтому они продолжают в это играть. И, ну, на полном серьезе комментировать эти игры, говорить, что там, Харитонов, скорее всего, наберет вот столько-то процентов в этих выборах. Харитонову нарисуют те проценты, которые там изначально планировали ему нарисовать. И это не относится к тому, что я не говорю там, я не выступаю против тех, кто там агитировал, допустим, голосовать за кого-то, что там, ну, те оппозиционеры российские, которые считают, что даже вот в этих, на этих процедурах наигранных, даже там можно высказать свой протест, даже с помощью них можно было бы, например, что-то изменить. Я не выступаю против них, я и согласен с тем, что если бы вышли бы там, вышло бы огромное количество людей, если бы там все реально проголосовали бы за Харитонова или Дованкова, то это, конечно, им пришлось бы что-то там с этим делать. И, может быть, в этом был бы какой-то смысл. Я говорю не об этом, я говорю о том, что если этого не произошло, если выборы прошли, ну, точнее, имитация этих выборов прошла полностью по сценарию Кремля, то о чем здесь дальше говорить? В Чечне все прошло, как и ожидалось, никого не волновало, за кого там, кто будет голосовать. Я с различными своими источниками, находящимися в Чечне, разговаривал, многие из них присутствовали на этих так называемых каруселях, то есть это люди, которые работают, это не государственные служащие, ну, кто-то там врач, кто-то учитель, кто-то студент. Их всех заставили прийти на работу, погрузили их в автобусы, повезли по избирательным участкам, и им даже не говорили, в принципе, голосовать. Все, что нужно было власти в Чечне, кадыровской власти, нужно было просто показать на вот этих вот камерах, что очень много народа, то есть явка была якобы очень большой. Все, это все, что нужно было власти. А сам факт, что ты там будешь ты голосовать или не будешь, никого не волновал, никто не говорил, за кого голосовать, потому что изначально все голоса, нужные бюллетени, все будет вброшено, все это знали, кто надо на этих выборах победит. Поэтому людей просто повозили. В принципе, это то же самое, что делалось и при мне. Нет, никак вот эта вот система переизбрания Путина, она не изменилась с тех пор, как я покинул республику. Я помню выборы 12-го года, по-моему, да, президента, и еще какие-то там были после этого выборы, на которые нас также возили. На одних из выборов нам вообще говорили, чтобы мы привели с собой еще членов семьи, там нужна была массовка, и никто не говорил, голосуйте там за этого, ставьте галочку. Вообще, даже никто не просил заходить вот в эту кабину. Просто нужно было приехать, имитировать вот это бурное движение. Вас привозили, вы там перед этим избирательным участком, внутри избирательного участка что-то ходили, там какие-то устраивали танцы, вот эти национальные, что-то такое, в общем, происходило. Это все камеры фиксировали, журналисты это все показывали. Вот, мол, смотрите, как много людей в Течне голосуют, как людям важно прийти на эту процедуру. И после этого вас просто отпускали. Поэтому в этом смысле ничего нового они не изобрели, да и надобности у них, в принципе, делать этого нет. Представители кадыровской власти отчитали, что там 96, по-моему, отчитал процентов, или 93, или 96 процентов явка, мол, была в республике. Ну, в общем, все, что нужно было для Путина. Смотрите, кадырову что нужно? Ему нужно очередной раз показать, что он полностью контролирует ситуацию в республике. Он рисует те цифры, которые нужны Кремлю. И он это показал. Я думаю, все... В общем, в этой процедуре все задействованные лица выполнили свои задачи, которые из года в год, из выборов к выборам перед ними ставятся. Вот все эти же цели, они снова достигнуты. И достигнуты они ровно теми же самыми способами. Ничего не изменилось. Я думаю, что в следующих, там, дальнейших выборах, если они будут, тоже ничего не поменяется. Будет все то же самое. Те же самые карусели. Те же самые цифры. Субтитры создавал DimaTorzok